В Туле прошел форум «Всё для победы», организованный Народным фронтом. В его работе приняли участие президент России Владимир Путин и более шести сотен участников из разных регионов страны. Какие животрепещущие вопросы обсуждали участники форума? К какому решению пришли? Мы попросили рассказать руководителю регионального исполкома отделения Народного фронта в Карачево-Черкесии Людмилу Капуршеву. Людмила, здравствуйте. Форум в Туле продолжался в течение двух дней. Скажите, чем это было обусловлено? Главные темы, которые обсуждали участники. Добрый день. Действительно, форум в Туле, организованный Народным фронтом, продолжался два дня. В первый день это были секционные занятия. Это уже, наверное, традиционные форумы разных таких больших организаций, я имею в виду форумов, конференций, когда сначала люди работают на своих тематических площадках, а уже пленарное заседание, итоги форума они проходят на второй день. В данном случае в Туле эта схема тоже была применена. И надо сказать, что 8 площадок было различных. Мы, 4 участника из Карачаева-Черкесии, поучаствовали, соответственно, в 4 площадках по своим тематическим направлениям. Достаточно активно поучаствовали. Во всяком случае, моя площадка была очень активной. Она касалась работы волонтеров и общественных организаций, которые помогают ребятам на СВО. И вообще вся тематика форума «Всё для победы» — это, в общем-то, и название проекта Народного фронта «Всё для победы». Вокруг именно тематики поддержки тыла, поддержки нашего фронта, наших ребят. А кто принимал участие в форуме? О чём говорили представители регионов? Участниками форума стали более 600 человек совершенно различных профессий. Это были и предприниматели, изобретатели, медики, волонтёры, представители общественных организаций, военкоры наши уважаемые, уже знаменитые, ну и представители Народного фронта, как организаторы этого большого форума. Основная тематика была, то есть все эти люди объединены одной целью, они на сегодняшний день помогают фронту. И каждый по своей линии. Изобретатели — это были люди, знаете, настоящие кулибины, которые какие-то изобретения уже сделали за вот этот небольшой промежуток времени. И мы помогаем, чтобы они прошли определённые бюрократические процедуры, и в более промышленных масштабах их изобретения были внедрены. Медики — это совершенно героические для меня люди. Я думаю, вы тоже видели эти глаза. Люди были не только те, которые работают на передовой, в госпиталях, на скорой помощи в Донецкой, Луганской области, но были также из федеральных научных уже центров медицинских, которые выдающиеся операции делают, вытаскивают людей из совершенно невероятных состояний и имеют положительные результаты. Конечно, тот опыт, который сейчас наработан, но он уникален. К сожалению, это благодаря СВО происходит, но мы увидели людей, которые каждый просто как алмаз, я могу сказать. Это люди совершенно необыкновенные. Центральные каналы, мы видели репортажи, то, что принимал участие в форуме и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Людмила, что обсуждали, что особенно запомнилось? Может быть, что-то осталось за кадром? Владимир Владимирович, конечно, всегда очень трепетно вот эти встречи. Это не первый раз, когда в тех или иных мероприятиях я имею такую возможность. Но всегда удивляет простота общения. Вы видели вот этот диалог, который был совершенно непосредственный. Люди задавали свои вопросы, то, что их действительно волнует, да, о наболевшем. И он вникал в каждый вопрос, переспрашивал там, где он не понимает. И вот это вот живое, человеческое, абсолютно проникающее общение, оно всегда подкупает. Оно всегда вот чувствуется, что это не какой-то вот формальный такой подход. И за это, наверное, я и люблю мероприятия наши, Народного фронта. Всегда это проходит в такой очень дружественной, неформальной обстановке. Где-то на секциях мы и повышали голос, ругались, в том смысле, что спорили, приходили к каким-то решениям. Но те вопросы основные, которые проблемные были обозначены, они все пойдут в работу. И это очень важно, как результат форма. А кто запомнился больше всего из участников форума? Вот самые такие ваши яркие впечатления. Благодатные форумы, конференции, это еще и общение с людьми, когда ты узнаешь новых людей. Вот эти налаживания так называемых оризонтальных связей, да. И нам удалось пообщаться со многими и многими. Особое впечатление, конечно, на меня, ну и не только на меня, произвела бабушка 72-х лет, которая волонтер, которая уже в восьмом госпитале помогает совершенно безвозмездно. У нее и сын, и внук тоже на передовой. И, конечно, это такая, знаете, это такой энерджайзер, я вам скажу. Она еще нас, так сказать, подтрунивала и так вот поддевала, чтобы мы тоже так более активно участвовали во всех мероприятиях. Потом была для меня очень уникальная пара из Германии. Это волонтеры, которые собирают гуманитарку, они живут в Германии. И там русскоязычное сообщество, поддерживая наших ребят на СВО, собирает гуманитарку. Они уже не один раз были в ДНР. Ну и вы можете представить, что на них уже ни одно уголовное дело в Германии возбуждено. Мы с ними познакомились поближе, пригласили в Карачаево-Черкесию, сказали, приезжайте, мы вас всегда поддержим. И они возвращаются обратно. То есть три дня они добирались до Тулы, обратно возвращаются. И я им сказала, говорю, ну а надо ли? Ну, может быть, вы остаться уже здесь, в России? Но они говорят, семейные обстоятельства, во-первых. Во-вторых, мы не можем оставить там все, что уже. Они потеряли неоднократно работу, и муж, и жена. И, конечно, особое чувство — это общение с нашими военкорами. Это ваши коллеги, но это все-таки особенные люди, потому что абсолютно доверяю этим людям. Ни одного слова просто из каких-то там, из необходимости сказано не будет. И это военкоры, которые работают уже не первый день с Народным фронтом. Очень приятно было услышать от них высокую оценку работы наших коллег по сбору и доставке грузов непосредственно за ленточку, как это у нас сейчас называется. И они сопровождают эти грузы, они видят, как работают наши логистические центры Народного фронта. Было очень приятно вот с трибуны услышать такие высокие отклики. Особенно с особым уважением я отношусь к Куксенковой, которая помимо того, что она основную работу свою делает, помимо того, что уже пять сборов она провела, благодаря фонду президентских грантов они организовали как раз-таки в Тульской области реабилитационный центр, где наши ребята восстанавливаются и имеют очень хорошие результаты. Мы это услышали, увидели. И реабилитационный центр, который помогает им вернуться в такие нормальные условия жизни. Это очень важно. Скажите, Людмила, а что дало вам участие в этом форуме, как представителю Народного фронта в Карачао-Черкесии? Вы что-то взяли для себя? Мы, конечно, общались с нашими коллегами, с нашими новыми друзьями, волонтерами, которые тоже занимаются той же самой деятельностью, обменивались опытом, делились теми проблемами, которые есть и существуют. Как раз-таки на моей площадке было такое вот бурное достаточно обсуждение. И мне очень понравилось, что, знаете, не было такого, что каждый выходит и говорит, я там доставил столько-то грузов, вот я такой молодец, я-я-я. Такого не было. Люди выходили, представлялись и говорили о том, что необходимо еще сделать, чем они могут помочь друг другу. То есть мы обменялись контактами с теми комитетами матерей, с теми некоммерческими организациями, которые помогают, с ТСРами, помогают в маршрутизации, то есть нашим ребятам уже, которые после ранений попадают, с трудоустройством помогают, с каким-то обучением и в розысках пропавших. То есть подчеркнули друг у друга вот тот опыт, который так необходим. Народный фронт Карачаево-Черкесии в самые первые дни, мы знаем, занимается не только формированием гуманитарных грузов и отправкой их на фронт. Вы принимаете также активное участие в нашей общественной жизни, в жизни республики, пытаетесь решить самые острые вопросы, которые волнуют абсолютно всех жителей. И за это вам огромное спасибо. Удачи вам во всех ваших начинаниях. Спасибо вам.